Здарова, народ, с вами Кит, и мы с вами возвращаемся в модификацию The Old Realms. Мы идём махаться с неким Санжаром, кто бы это на самом деле ни был. Это у нас с вами, по сути, какой-то нейтральный лорд, вроде как не принадлежащий вообще ни к одной полноценной фракции, вроде как чисто клан, который воюет со всеми. Тут я, конечно, не уверен, но надо будет посмотреть после битвы. Ну, в общем, я вижу просто одинокий лорд, с которым мы почему-то воюем. Хочет получить в тыкву. Ну, значит, расхочет, кто я такой, чтобы ему, скажем так, в этих мероприятиях отказывать. Что мы идём, и его, не знаю, культистов, друзей, братву там, ещё кого-нибудь идём, просто мупузить, потому что дело хорошее. Так, что этим занимаемся? Так, иди сюда, дружочек, иди сюда. Мы, кстати говоря, пока что находимся на территории Империи, но уже скоро вернёмся в Бретонию. Кстати говоря, судя по голосованию, которое проходило у нас с вами в промежутке между первой и второй серией, набралась уже тысяча голосов, из которых 80 была за то, чтобы мы с вами захватили обе фракции, то есть Музельон и, соответственно, Бретонию. Это значит, что у нас с вами прохождение будет дольше, чем я планировал, то есть оно немножечко затянется. С другой стороны, и патч 1.2.0 выйдет в релиз довольно-таки не скоро. К сожалению, в этом месяце ждать его не стоит. Разрабы написали, что сейчас у нас патч, по сути, 1.2.3, хоть и анонсов никаких в этом плане не было, то есть 1.2.0 это сразу переделывается в 1.2.3. Они решили, что мелкие бесполезные патчи даже, ну типа, отдельно ставить не стоит, что в принципе правильно. В общем, сейчас 1.2.3, будет, сказали, ещё 1.2.4, и только потом они, возможно, поставят всё это дело, ну типа, на основу ОС, то есть для всяких там эпигеймсов, гогов, консолей, возможно, я просто не уверен, что там по консолям. Вернее, что за патчи на консолях. В общем, а потом уже нас ждёт после этого дела нормальный патч, скорее всего, какой-нибудь 1.3.0. Думаю, не так теперь будут делать, типа 1.2.0, куча микропатчей с фиксами, потом уже нормальный полноценный патч. Но опять же, никакой инфы о следующем нормальном патче, имею в виду, нету, непонятно, что они там собираются вводить, и собираются ли что-то ещё. Мне кажется, когда они введут вот 1.2.0, скажем так, и вот микропатчи эти полноценного обращения, они ещё, типа, сразу же в следующий патч в бета-версию не выкатят. Они ещё месяцок подожду, чтобы по-кумек, что-то там позыркать, как всё это прошло, типа, нормально ли был релиз, типа, ну мало же, сколько там прошло, 3 или 4 месяца бета-теста, мало, нужно ещё. Ну, они в последнее время регулярно так делают, но, мне кажется, чисто из-за лени, они за каких-то тестов. Ну, типа, довольно обширная база игроков, регулярно играющих, ну, для такой игры, по крайней мере. То есть, стабильно играет 15 человек тысяч, 15 тысяч человек, вернее, в среднем. И думаю, месяца бы хватило, чтобы собрать информацию о том, рабочие это темка или нет, то есть, какое количество глюков насобиралось, если они есть, то решить, учитывая, что у них команда более 100 человек. А вместо этого они месяцами, как бы, муружат один долбанный патч. Ну да, как я и думал, это небольшой клан, который воюет со всеми, как мы видим, то есть, с полноценными фракциями, со всеми буквально, в том числе и с нами. Так что, да, просто мы забираемся в этих пацанчиков в плен, они нам с нафиг с вами не взяли, не сдались. Есть какие-то здесь имперцы, есть вот эти вот ребятки, которые против нас только что воевали. Ну, ничего сверхъестественного на самом деле нету. Кого я хотел бы взять в плен? Санжары на самом деле я бы даже убил бы, но, с другой стороны, зачем оно мне? Кстати говоря, я бы хотел себе взять хороший щит, самый лучший, что здесь есть. Так, 82-650. Ну, думаю, это реально самый лучший щит. Возьмем мы его с вами под копье. Думаю, это будет неплохая вещь. А дубину так оставим. Опять же, в идеале вместо дубины я бы взял молот, но это уже дело десяток. Кстати, насчет десятого. У меня всего 10 человек, и меня сейчас могут спокойно расчехлить хорошей компанией. Ох, ёпта. Но я сам на них напал. А их 58. Думаю, все-таки не стоит на них нападать. Они, парни, хорошие. Воеваться они не хотят. Зачем они это, да? А вот сюда влететь, в принципе, можно. Ну, так, помочь каравану, ну и быстренько их просто раскидать. Думаю, мы много людей здесь не потеряем, да? Да, никого даже не потеряли. Так, немножко улучшили наше положение вещей и так далее. И получили, как видим, неплохой подгон от каравана. Ну, или просто у этих бродяг были их шмотки, я не особо понимаю. Ладно. Главное нам сейчас с вами быстренько подлечиться. Себя, друзей, братву и все такое. Продать лишний хлам. И уже ломануться в Бретонию и продолжить там какой-нибудь движняк наводить. Кстати, это седло вроде лучше моего. Так почему его не рекомендую? А, рекомендую, здесь немножечко полоски все сместились. К сожалению, из-за того, что это у нас неполноценная... Та же самая модификация, с которой мы играли, имею в виду Equip без ТТ. Это у нас с вами переделка другого чувака, потому что оригинальный мод еще не обновили. Приходится играть, скажем так, ну, с подделкой, по сути. К сожалению. Зато у нас с вами уже 20 косарей. 20 косарей это прекрасно. Но, к сожалению, по шматью все очень грустно. То есть, да, может здесь типа шмаки, но это не то. Мне нужно нормальное оружие или нормальный доспех на монах. А их, зараза, не подвозят к нам с вами по непонятной мне причине. Абсолютно. Нифига магического оружия здесь нет. Где его искать, я особо не понимаю. То есть, ну, кроме как нанять где-нибудь, так сказать, в холхозе... Где-нибудь в городе нанять себе монаха, спереть у него снаряжение, и тогда все будет по кайфу. Сюда, наверное, еще загляну. По пути. Думаю, меня здесь не поимеют. Ну, теоретически. По пути. Тогда все будет чики-пуки. Хотя не факт. В общем, сейчас попутешествую. После чего мы с вами вернемся все-таки в Бретонию. И кому-нибудь устроимся работать наемником. Итак, давайте присягнем на временную верность бастонскому герцогству. Отлично. Теперь мы с вами воюем против музильонов. Прикол в том, что вот эти другие герцогства тоже воюют между собой, как я заметил, пока путешествовал на территории империи. Но воюют они с собой очень плохо. Ну, в плане воюют какой-то небольшой промежуток времени, там отвоюют по одному замку, и все, война заканчивается. В общем, ничего интересного. Здесь же эти ребятки довольно сильные, плюс они очень близко находятся к музильону, регулярно воюют за ближайшие замки и так далее. Ну, естественно, обычные стычки здесь тоже бывают так, что, сами понимаете, довольно весело будет. Плюс ко всему я еще набрал, как вы понимаете, себе побольше людей для того, чтобы воевать с этими ребятками так. Сэр Гахарис оф зе Дреддет. Или что-то в этом роде. Блин, эпично выглядит, мужичок. Я, возможно, запомню это личико и возьмусь для следующего прохождения, но потому что клёво. Так, один клан у музильонов, всего лишь, народу, конечно, фига, он шестого левела, но, тем не менее, он один. Казалось бы, в чем проблема такому большому герцогству, как вот это, захватить всего лишь один город и три замка, получается, и два замка. Типа, это ж полная фигня, но они что-то прям... Титьки мнут, не знаю. Я бы на их месте двести раз бы уже все дело захватил, народу, врага толком нету, берешь, чпокаешь их и все. И дело в шляпе. Ну, ладно. Давайте посмотрим на этого чувака из музильона, что он из себя представляет. Так, у него 17 кавалеристов, 10 пешек, нечего сверхъестественного, в общем и целом. Давайте-ка кавалерии прикажем атаковать, чтобы стрелки спокойно себе стояли. Так, не то я имел в виду, я хотел магию выбрать себе. Магию и копье. Давайте их забодал... Ох, нифига себе он меня чуть не шлепнул. Офигеть, одним ударом почти убил. Да хорош. Чего не скажешь про их пехотинцев, это, конечно, полное фуфло. Так, в своих не натыкать, надо будет вернуть себе настроечку, чтобы сверху над головами моих чуваков была соответствующая метка. А то, мне кажется, я в своих тыкаюсь, если честно. Давайте-ка здесь хилочку поставим, постоим с пацанами, похилимся. Так, вот это... Нет, это бретонский, блин, значит, я бил в своих. А вот это... Темно-желтый, это уже музильонские пацаны, злые такие дядьки. Блин, надо вернуться в хилку, пока он еще действует. Да, облажался. А вот, кстати, лордик. Ой-ой-ой, нифига! Фига ты ж жесткий. Просто на легком развороте он мне снес все лицо. 127 дамага, хотя мы с ним практически были, ну, недвижимы, то есть бонусы от скорости с ударом копья особо не сталкивалось, не состыковывалось, вернее. И он все равно начистил мне шею очень легко, хорошим ударом, блин. Здесь он многому их не убьет. Но пока вроде мы, конечно, побеждаем с небольшими, я бы сказал, потерями для такого паренька жесткого. Сера этого тоже прибили. Ну, пять человек мы с вами потеряли. Все равно неплохо, учитывая, что у нас было, сколько, раза в два, в три больше. Зато 15 влияний, 9 известности, то есть за один такой бой, это прям годнота на самом деле. Там еще одного лордика я видел, но думаю, на него уже без армии будет довольно глупо летать. Залетать так, может, музельончиков как-то этот... Нет, кстати, клан же будет уничтожен основной, так что нет смысла с ними церемониться. Ну, то есть, когда музельонов полностью захватим, клан их будет уничтожен, соответственно, не будет смысла с ними как-то добазариваться, потому что клан мы этот не переманим чисто физически. Опа, вот этих вот, ребят, стоит взять, потому что чуваки четвертого, а здесь, наверное, пятый или шестой ранг, то есть за них забашляют прям ого-го. Ну, или их можно будет нанять себе, что тоже, в принципе, неплохо. По шматью, как видим, меня здесь проапгрейдили неплохо. Рыцарь Черного Грааля какой-то, если я правильно, конечно, прочитал. Неплохой подгончик. Так, что тут дальше у нас с вами есть? Двигаем, двигаем. Я, кстати, хотел нанять себе еще монаха или кого-нибудь еще, но мне прям какое-то фуфло, на самом деле, встречалось. С точки зрения спутников меня просто просили уже нанять. Так что надо будет, надо будет. Но бабла нужна побольше. Кстати говоря, я хочу сказать, что я нашел шмотки для нашего с вами жреца. Когда путешествовал еще по империи, там они находятся, то есть там и оружие было, соответственно, и броня. Все было четко, проблема лишь в одном. Стоит все это дело дофига, то есть от 20 тысяч за одну шмотку и, в общем, не нужно еще копить. Я слишком беден для всего этого дела, к сожалению. Так, надо себя хильнуть, сейчас будет потом уже двигать вперед из песни, потому что, ну, натянут меня по самое не балуйся. Здесь полноценная армия этих музильонов, то есть, думаю, они смогут дать мне по шарам, а мне бы не хотелось по этим самым шарам получать. Так что сюда, может, массовую хилочку впихиваем, все пусть хилятся. Вот я такой вот хороший парень с поддержкой. Так, это вроде свои, о, магией в нас уже пуляют, прямо, уууу, мам, не балуйся. Блин, что-то скелет призывают, у них, походу, вампир есть, но... А, нет, это, кстати, некромат. Но все равно странно, откуда у них взялся некромант, вроде у музильонов их не... А, нет, 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 некромант у них, кстати, есть. Ну что ж, ладно. Некромантов я просто вообще не рассматривал для старта прохождения, потому что у меня уже одна или две катки были за некромантов, так что я, как-то, подзабил на это дело. Но они у них есть, уйдут, нифига. Музильонская братва. Так, некроманта надо выбить. Ага, фигушки. Он, походу, еще и не один. Короче, возьму на себя босса, скажем так. Потому что босс будет головной болью, если честно. Так, где-то основная стычка. Нужно хилку свою накинуть саму, подхилиться было бы неплохо. Стой, зараза. Их, как видите, себе броню для лошади получше нашел. Она, оказывается, была в мирном эквипе у нашего персонажа. То есть, просто лежала себе спокойно. Хрен знает, откуда, зачем и почему, но она там была. Все хилиться, братва, так. Я тоже, вроде, подхилился. Жаль, лошадь не хилиться, было бы вообще отлично. Куча скелетиков, прям нежить и прочая движуха. Будто мы с вами далеко от вампирских земель не уходим. Все еще веселуха. Отличная темка. Ну, я, правда, здесь, естественно, бесполезен, к сожалению. Но все равно клево, что у них еще и нежити есть. Не только эти долбанные люди. Это прям круто там. Думаю, следующее прохождение сделаем, опять же, для Бритонского рыцаря. Либо за кого-нибудь из музильонов. То есть, вампир без магии. Кровавый кто-то там. Забыл, как правильно называется этот товарищ. Либо же какого-нибудь темного рыцаря сделаем. Вот как тот, с которым мы только что сталкивались в предыдущем бою. В общем, будет здраво, смачно и так далее. Блин, про своих рыцарей вообще забыл. Они нифига не активны. Так, тоже Бритонис. Где музильонс? Вот этот, что ли? Пеший пес. Нет, пеший наш. А, вот ты где. Хрен, рогатый. Иди сюда. Иди сюда. Совсем дурачок. Нифига себе, 45. Даже не вспотев. У тебя что, моргало лишнее? 5. Вот это урон. Это мощь. Почувствуйте мой гнев. Так, рогатый, иди сюда. Олень. Так, все, забодали. Затоптали. Ничтожество это жалкое. Так, подальше отбегаем. Здесь хилочку кидаем, чтобы они здесь все подхилились, когда пройдут мимо. Ага. Кажется, им абсолютно наплевать на это дело. Так, хильте меня. Пока я тут-то. Так, а что, наши, ваши? Или вообще чужое? Не могу понять. А, один вообще чел где-то остался. Он вдалеке. Жестко. Ну, и до него еще дойти нужно. Главное, что битву мы выиграли. Из моих никто, в принципе, не пострадал. Ну, кроме одного неудачника. Ничего серьезного. Кстати, кто у них остался-то? Я не могу понять. Лорд, что ли, какой-то? Уже, неважно. Но это был обычный солдафон. Что ж, победа. Хорошо начали. Играть как наемник, правда. Влияние, сами понимаете, фуфло. В большущих битвах мне пока особо применения нет. Ну, ничего. Главное, что у меня лут какой-то появляется, который можно пойти продать. Лордиков вражеских можно выцепить. Ну, и солдат себе, естественно, еще нанять. Здесь у нас с вами народность уже бретонская. Только что была музильонская. Вот именно здесь. Да. А здесь бретонские, здесь музильонские. Я не понимаю. Неужели здесь народность все-таки меняется? Да, народность Бретония. Видимо, здесь, когда ты захватываешь новые территории, эти территории меняют свою народность через какое-то время на твою. Ну, на народность захватчика, скажем так. То есть, если я начну захватывать территории здесь, скорее всего, они станут имперскими. И войска у меня будут тоже имперские здесь появляться. Это, на самом деле, плохо. Потому что я хотел воевать за местных, за бретонцев. Но все равно прикольно, что реализовали смену народности. Это прям молодцы. Ладно. Сбрасываем хлам. 13 тысяч получаем. По кайфу. Уже можно вернуться за каким-нибудь этим. Шматьем. Но делать мы с вами, естественно, этого не будем. Так. Не тот замок. Сейчас наберу себе людей. То есть, фуллстак рыцарей себе наберу. И пойдем, естественно, бить морды дальше музильонцам или кем-то еще. О! Так. Вот как раз-таки бродячий караванщик, у которого мы с вами можем закупиться крутыми шмотками. И, возможно, вот. Воин-жрец. Броня. То, что нам с вами нужно. Но стоит, сами видите, огромную кучу денег. 75 кусков. Зато это, ну, лучшая броня, которая на нас с вами есть. К сожалению, напялить ее, сами понимаете, не представляется возможным. Зато мы теперь знаем, что нужно копить на нее 75 тысяч. Я бы взял какое-нибудь вооружение для нас. Но, как видим, здесь есть лишь палка для светлого мага. Магический резистанс. Ну, да. Магический дамаг. Ничего, что пригодилось бы, к сожалению, нам. Стоит вампирский щит. Ну, он, конечно, покруче выглядит, но сомневаюсь, что. Также полезен. Крутая броня для лошади. Весит по фигне. Броня офигительная. То есть, вообще, вообще по кайфу. Я бы взял, ну, опять же, 70 тысяч. То есть, бабла здесь, конечно, нужно вагон и маленькая тележка. Есть и другие виды брони. Но, какой у них смысл? Вот здесь лишь качественная броня, которая нам, к сожалению, не по карману. Жаль, жаль. Пришел бы ты попозже, торговец. Ну, или с другим вариантом снаряжения. Было бы круче. Но, к сожалению, не вариант. Так, осталось набрать всего лишь 8 солдат. И мы сможем, ну, фул затариться и идти, естественно, сражаться. Так, у меня вроде как прокачалась уже до полтинника молитва. Даже 56. Отлично. Хорошо, идем. Ну, ладно. Главное их применять каждый бой по мере возможностей. И постепенно прокачаем. Вот, когда появятся следующие молитвы, тогда заживем. В идеале мне бы вон ту боевую молитву, которая является шаром света, который ты метаешь во врагов, а они разлетаются. Вот эту темку можно очень много и часто кастовать. Даже если останешься один, просто кружить, скажем так, по полю боя и раскидывать во врагов. Неплохо прокачаешься, ну и враги постепенно сдохнут. В идеальной вселенной, как минимум. Так, все. Закупились мы с вами по фулу. Самый сок наняли, но теперь 400 монет, правда, платим. Мне очень не нравится, если честно. Так, наши пацаны, я вижу, пошли на музельонскую территорию. Это мне не нравится. Но, с другой стороны, блин, почему бы и нет? Почему бы не участвовать в движнике? Стоп, 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 здесь есть лордики. Лордики мне больше нужны, чем вот идти на музельонскую территорию. Естественно, терять свое здоровье в этих долбаных болотах. Ну и особо быть бесполезным. 50 на 100 я не полезу. 40 кавалерий, сами понимаете. У меня, конечно, большой болтяра, но не настолько, чтобы, ну, ломануться и опять просрать. Все и вся. Мне подмога, типа, мешала, но... У меня, к сожалению, нет. Ни одного лордика здесь и близко, бретонского, не шатается, чтобы мне здесь подсобили. Печально. О, не понял, какое-то случайное событие. Что ж, давайте глянем. Что же за восхождение темной луны у нас здесь с вами происходит? Болезненно-зеленое зарево появляется над горизонтом. Марс-лип. Темная луна восходит. Его насмешливое присутствие заполняет небо, становясь ярче по мере того, оно заливает мир своим грязным, испорченным светом. По всей земле темная магия начинает скапливаться в местах, куда ни один здравомыслящий человек не осмелится выступить, заставляя ветры магии становиться неустойчивыми. Поклонники тьмы воспользуются этой ночью, чтобы осуществить свои извращенные планы. Звера-люди собираются вместе и воя, и распевая песни. Культисты проводят различные богохульные церемонии, а демоны начинают бродить по материальному плану в поисках добычи. Скорее по материальной земле, но не важно. Если бы кто-нибудь осмелился посмотреть прямо на луну, он мог бы поклясться, что она улыбается и зловеще ухмыляются тому ужасу, который она должна была навлечь на мир. Однако, если бы те, кто наблюдал за этим, продолжали наблюдать, они бы увидели, как улыбка исчезла, превратилась в почти сердитый хмурый взгляд. Когда луна обнаружила, что она больше не одна на небе, двуххвостая комета ярко горела в небесах, словно бросая вызов Морслибу, отбрасывая свой собственный свет на темную луну. Когда их пути пересекались в небе, комета, казалось, ослабила эффект хаотического свечения Морслиба. И к чему вы все это? Так, оба небесных тела скрывались за горизонтом, начинался новый день. То есть ничего не произошло, вы просто мне мозги покомпосировали. Я думал, это реально какое-то клевое, интересное, случайное событие, а вместо этого какая-то чушь Петровна про темную луну. Нет, может для погружения в лоры это была бы какая-то важная темка, но как бы не для меня. Так, лорд Ричард. Да блин, кто-нибудь идите и завалите этих сраных лордов. Ну или хотя бы подсобить этим рядышком, постойте. Я уже как бы впрягусь в эту темку, и мы их завалим. Но, видимо, никто вообще не хочет. Негде мне реализовывать мои мощности. К сожалению, война с музильоном закончилась мировой, поэтому мне приходится и дальше топтать всяких бандитов, зверолюдей и так далее. В справедливости рать я надеялся, что здесь будет большая, так сказать, потасовочка, потому что был отряд 80 человек, с которым мы сейчас с вами сражаемся. И позади них было отряд 90 человек, и я думал, типа, ну, клёво, 100 с фигом человек, ну, зверолюдей, смогут неплохо так нас развеселить, ну, всю мою кавалерию. А в итоге они сами на меня напали, но при том, что их было всего 80, ну и, соответственно, растолкать 80 зверолюдей, когда у тебя 50 кавалеристов, сами понимаете, дело, на самом деле, довольно нехитрое. Они все голенькие и слабенькие, а мы все такие манёвренные, мощные, ну и так далее. Так, мне все еще нужно, как бы, качать немножечко хилку, так что, братва, давайте-ка встаем в круг, отдыхаем, хилимся, молимся и так далее. Я еще в процессе, пока искал себе большие отряды противников, ну, чтоб скучно не было, вот, я в процессе еще дополнительно искал всякие алтари и прочее, прочее, ну, для того, чтобы качать религию, естественно. Ну, и нашел, на самом деле, парочку на территории Бретони, ничего сверхъестественного, естественно, не дают, кроме того, что прокачивают религию, ну, там, где-то дают бафы, где-то, как бы, меняют, как раз-таки, твою религию вообще. То есть, я как-то случайно стал фанатиком культа леди какой-то там, надо будет снова потом ломануться мне в Империю и присягнуть Сигмару. Я случайно. Такое бывает, когда, как бы, не читаешь, что тебе пишут. Так, ну вот, слабенький отряд по-саме забили, теперь остается еще один отряд зверолюдей. Я надеюсь, что наши с вами ребятки вновь объявят войну музильону, банально, потому что у них остался всего лишь один город. Вот, захватить эти городы на эту проклятую территорию, где лаги, подвисания и вылеты у меня происходят, а возвращаться мне больше не придется. Ну, разве что в самом конце, когда эту территорию я останусь на последок, ну, типа, для захвата, под конец прохождения. Но так вообще туда возвращаться не придется, это просто потрясающе для меня. Видимо, из-за этого проклятия, которое там действует, происходят какие-то глюки, ну, или просто территория плохо доработанная. Да и вообще сомневаюсь, что какая-то держава, которая откололась от Бретонии, стала каким-то там оплотом нежити и так далее, что она была такой прям маленькой, как в данный момент музильон, типа, три замка и один город, если я не ошибаюсь. Ну, типа, это же полная фигня, скорее всего, территория не доработана, ну, и в плане насыщенности поселениями и вообще. Поэтому, я думаю, эту территорию еще будут дорабатывать. Возможно, ну, частенько разработчики данного мода в первый месяц после релиза новой обновы выкатывают еще что-то вроде хотфикса, то есть исправляют глюки, баги и так далее, так что остается лишь ждать, когда они все это дело выкатят. И производительность на этой части карты будет более стабильной. В общем, надеемся, ждем и так далее. Так, а чё ты на меня не идешь? Зверолюд долбаный, иди сюда, иди сюда. Так, оп, 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 да иди ты сюда. Никак не могу пробить его черепушку. А, ну и все, тут у зверолюдей, в принципе, офиге не осталось. Наверное, надо было сражаться в ближнем бою, чтобы качать себе еще атлетику, но ладно уж. Хотя, давайте спустимся с небес на землю, так сказать. Колдуй ты, ёпта. Иди сюда, пес. Ну и чё ты мне мешаешь? Ну чё ты мешаешь? Я только готов был набить ему клебалу, но не получилось. Видите, мы даже никого не теряем, типа вообще изичная битва. Зверолюди вообще не вывозят против рыцарей Бретонии. Мне, кстати говоря, прокачивать слишком сильно войска не стоит, потому что сейчас как бы мировая, поэтому финансы будут петь романсы. Да, конечно, я заряжен по самое не балуйся, но, тем не менее, думаю, этого маловато. Всё-таки, чтобы продержаться, ну, до объявления новой войны, наверняка, это будет тема весьма-весьма непростая. Ну, это время. Так что мы сейчас пройдёмся регулярно, битие всяких бомжей и так далее, в общем. Заниматься очень неинтересной фигнёй, по моему мнению, но вариантов особо у нас с вами не дофига. Жратвы опять дофига откуда-то становятся. А, мясо мы сейчас, видимо, со зверолюдей получили, поэтому такая дичь здесь. Типа, просто не хватает мне всяких вещных лошадей и так далее, чтобы всё это вывозить. Кстати, ещё одна, блин, я бы даже мулов, на самом деле, нанял бы, ну, ладно, одного. Ну всё, пошёл я искать приключения на свою задницу, ну и, естественно, ожидать новой войны с музильонцами, чтобы, наконец-таки, закончить их мучение. Знаете, если честно, немножечко надоело ждать, пока эти козлы сами объявят войну и начнут реальные боевые действия. Слишком скучно. Я решил, что настала пора мне, скажем так, взяться за дело, начать реальный движняк, но для этого, сами понимаете, необходимо чуточку подождать. Сейчас я отхилю себе всё здоровье и сам развяжу войну против музильонов, банально потому что, ну, пора. Я завёл себе отличный, скажем так, отличных боевых солдат, кучу крутых рыцарей и так далее, мне всего лишь нужно сейчас найти врага, набить ему хлебала, ну, нормального врага, имею в виду, более-менее адекватного. Ну, допустим, вот, соточка, большая часть пешки, хотя есть, как бы, хорошие довольно пешки. Немножко опасно, если честно. Так, спирит хост. Ну, типа, это просто духи, судя по всему. Но я всё равно удивлён, что довольно большое количество людей вот здесь, это у нас всё-таки с вами, ну, 100 плюс у музильонцев. Я думал, что они, ну, полное фуфло и ничего из себя представлять, как бы, не будут. А по итогу, знаете, не всё так просто, я бы сказал. Вот ещё есть два, скажем так, лордика по фигне. Вот, давайте этого, допустим, догоним и набьём ему просто морду. И всё, сдац или умереть. Я вам не враг, блин. Так, видимо, всё-таки придётся развязывать полномасштабное нападение на деревню, чего, естественно, не хочется, но что необходимо. Так, всё, погнали догонять теперь этих чертей. И по одному будем их бить. Да, как бы, я пожертвовал... А, кстати, мне влияние в минус не увели, возможно, кстати, именно потому, что я, как бы, всего лишь наёмник и так далее. Так что, вообще, отлично, зря я, видимо, страдал фигнёй в имперских землях. Кстати говоря, именно в этих имперских землях я купил себе вот такой вот молот нашего, с вами, жреца. То есть, молот атакует физическим уроном, естественно, и ещё священным уроном дополнительно. А священный урон как раз-таки мы можем, с вами, увеличить за счёт надевания всяких шмоток жреца. Вон, я, допустим, себе наручу уже взял жреца Зигмара. Так что, бьём мы довольно-таки мощно, хочу вам сказать. Вот этим вот молоточком. Да, это не так эффективно, как копьём, к сожалению, ну, из-за его длины. Но, допустим, в ближнем пешем бою молоточек будет просто огонь. Я уже пробовал его на всяких там зверолюдях, культистых и чуваков хаоса. Весьма, весьма эффективно. Ну, сейчас, в принципе, и вам покажу, когда у нас представится такая возможность, когда добежим всё-таки до этих засранцев. Сейчас парочку лордов здесь вырежем и будем тупо кайфовать с вами. 60. Вот, 50 физики и 20 священного урона мы нанесли, как нам здесь пишут. Крутяк, в общем. Ещё 60. Странно, я зверолюдей по сотке атаковал, но всё равно вещь хорошая. Всё равно хорошая. Больше бы шматья надел священного, было бы лучше. Но, опять же, его ещё найти надо и купить, а это всё не так уж и просто. Опа, по лицу, под лицу, по лицу. Кстати, подхилиться надо. Ну, не потому что проблемы со здоровьем, а потому что нужно нам с вами прокачивать всё-таки веру. Нужно открывать новые молитвы, в том числе и боевые. А у нас сейчас с этим проблемы. У меня всего лишь навык где-то около 60, а нужен 75, чтобы открыть новую молитву какую-нибудь или даже несколько. Я не уверен. Стрелять в меня будешь? Иди отсюда. Вот. Минус голова, минус голова. Вот, хорошо. Молоточком только в путь. Теперь вместо копья мне осталось найти ещё здоровенный двуручный молот. И вообще будет по кайфу. Копьё можно будет, в принципе, выбросить. Буду ходить двуручной бабайкой. Всех долбить. Будет, думаю, круто. Так, осталось ещё парочка убегающих пацанчиков. Мы, змеи, вообще никого не потеряли. То есть мы здесь прямо имбая. Возможно, стоило мне всё-таки налетать на отряды, у которых по сотне. Ну, по 140 человек, кстати. Или по 160. Думаю, и против них у меня были бы хорошие шансы. Но, учитывая, насколько у нас всё отлично, на самом деле, с потерями, неудивительно, что музильонцы прямо, скажем, в заднице. Их довольно быстро здесь растоптали. Это явно более слабая фракция, чем бретонцы. Ну, как бы, видимо так. То есть их как бы раздолбила ещё не вся Бретония, а лишь одно герцогство. За два подхода, считаю. Вот за первый, в котором мы участвовали, вот второй, который мы, ну, как бы, сейчас начали. Так что, да, ребятам здесь, конечно, не позавидуешь. Хотя, казалось бы, помесь бретонских войск у них есть. Ну, этих музильонские обычные пехтинцы, можно их назвать бретонскими отчасти тоже. Тоже люди. В помесье с нежитью, которая посильнее людей будет. Ну, не вся, конечно, но большая часть. Как бы, не считая скелетов, это, конечно, мусор. То есть они теоретически должны быть помощнее, а в итоге получились... Получилась какая-то фигня, если честно. Видите, мы их вообще ни одного убитого, ни одного раненого. Вообще всё по кайфу. Как они настолько убогими стали, я даже не знаю. Я ещё прямо перед началом вот этих вот столкновений прокачал себе все войска. То есть сделал себе прямо элитных-элитных пацанов максимально. То есть вот такие даже чуваки появились. Получается, это пятый ранг, шестой, я без понятия. Но они уже могут дальше шагнуть, то есть до следующего ранга. Всё это очень-очень дорого. То есть я платил 600 монет в день, теперь плачу 1300. Ну, платил я 600 до того, как начал всё вот это вот байду с атаками. Так что да, финансово я сейчас задницы буду. Но опять же, мне дают довольно много влияния за все эти битвы. Кстати, а сейчас мне влияние не дали или просто не подгрузилось пока. Да, влияние мне не дали. Может меня, слушайте, выгнали из фракции? Да, меня выгнали из королевства за то, что я начал войну, будучи простым этим наёмником. А я-то думаю, что за приколы, где моё влияние, почему она в минус не пошла? А мне его не дали. Не заслужил. Ух ты ж, срань господня. Нет, если их будет 180, думаю, шансы будут. Но если ещё полтинник завалится ко мне, то это уже всё, финита, ля комедия. А если ещё вон те две сотни подойдут, ля... Как говорится, мама, рвди меня обратно. Так, здесь нужно прямо аккуратненько ходить. Шаг влево, шаг вправо. И меня это музильонское братье порвёт как ту зекрелку. Но если разыграть всё грамотно, я их всех порву, на самом деле. И теоретически могу даже замок Музильон захватить. Но это, конечно, маловероятно. Потому что осады — это совсем другое дело. Там нужно много людей. Даже если я решу играть надолгую, ну, типа, с помощью голода их, так сказать, заморить их голодом, да, то вряд ли всё равно что-то получится. Какой-нибудь из бомжей у меня сбежит, ну, вот этих лордов. Решит намылить мне шею, что было бы крайне неприятно. Так что эти отряды вообще не отстают, простите. Бегают целыми толпами. Вот, вот этот Сир, я бы тебя догнал и порвал, но ты убежал, естественно. Так, эти ребятки рассосались. Вот, одинокий чувак, 140 тел. Его порвать только в путь. Вон ещё отряд 340, но таких я точно не порву. Определённо без шанса. А вот этого вот чувачка только в путь. Это у нас с вами должен быть вампир без магии, я имею в виду лорда. Если это так и есть, то всё нормально. Если это вампир с магией, то берегите жопу, как говорится. Будет больно. И неприкольно. Так, кавалерия моя всё пошла в разнос, я уже вижу. Нам бы лордиков найти. Нет, это обычный рыцарь чёрного грааля или типа того. Так, вражина моя вот здесь. Чё-то моего здесь долбят очень сильно, надо помочь. Молоточком ему давай с двух сторон его расчехлим. Ха! Как дешёвку! Так, из моих ещё никто не помер. Очень хорошо. Но у него, видимо, пехоты. Да, сотка пехоты, а кавалерии практически нет. Поэтому ему вообще не прикольно сейчас. А кто враг-то? Ты что ли? Да. Одного мы его даже прибили. Опять два ствола давайте расчехляем. Так, а второго ствола-то и не осталось. Ещё и лучники наваливают. Мамма миа, Дева Мария. Чё за истерия? Он пришёл бить мне лица! Уйди! Подстрелили, зараза! Скоты. И стреляли, и били, и душили. Но ладно. Всё равно молодцы. Так, пока что я потерял пятерых. Они 50 человек. Довольно жёстко. Да я думаю, мы их на самом деле здесь даже порвём без особых проблем. То есть, да, пехота доставляет небольшое неудобство нашим пацанам. Но пехота, в принципе, здесь фуфло. Хоть это и призраки с косами, но они ничего поделать на самом деле не могут. Лишь остатки вражеской кавалерии душат наших почему-то. Но опять же, я думаю, сейчас мы их быстро порвём. То есть, сейчас рассосём немножко. Видите, соотношение какое здесь просто огроменное. Думаю, человек 5-10 максимум я потеряю. Имеют поубитым. А враг потеряет значительно больше. Минус 38 человек прокачалось. Это они как придумали, вообще не понимая. Но вот такие отряды, типа, щёлкаются как орешки. Типа, 140 человек. Было бы их 200, думаю, тоже бы победил. Ну, с большими потерями, естественно, но победил бы. А вот насчёт отрядов 300 человек пока не уверен. Хотя, все шансы есть. Ну, типа, учитывая известность, которую мы с вами получаем на вот таких вот отрядах. Я думаю, довольно быстро я смогу создать себе, ну, действительно, мега-отряд. Который вообще, как бы, заткнёт за пояс любую армию. Хоть и будет довольно малочислен. Ну, типа, сейчас я уже могу максимум нанять 60 с небольшим человек. Возможно, после этой битвы уже, да, уже 80 человек. То есть, сейчас я всех этих, все эти 80 человек найму. Всех их прокачаю. И, как бы, всё. Врагам уже хана. Кстати, у меня уже второй левел клана. О, а лорд, оказывается, сбежал. Нифига себе. Вот, у меня второй левел клана. То есть, я могу уже стать полноценным вассалом какой-нибудь территории. Но мне это не нужно. Ну, потому что, опять же, они музильонцев захватят. И всё. Как бы, на этом, на самом деле, конец для вот этой вот фракции. Они толком ни с кем воевать не будут. Ну, там, раз в пятилетку. И, вот, реально, раз в пять игровых лет. Они будут воевать с кем-то из своих соседей бретонских. Потом на это дело забьют болт. Ну, мне это абсолютно неинтересно. Наоборот, нужно сейчас развиваться, прокачиваться и идти, на самом деле, уже завоевывать. Потому что бретонские рыцари долбанная имба. И пока у меня есть возможность сражаться с музильонцами, которые, по факту, являются в разы хуже тех же бретонцев, нужно их брать в узду, захватывать и начать с их территории для того, чтобы, ну, полноценно поглотить всё рядом лежащее. Может, кого-то ещё переманить было бы прям вообще конфетно, но я сомневаюсь, что у меня денег на это хватит, учитывая, что за жёсткий отряд у меня будет. Ну, и сколько бабла он будет жрать. А жрать он будет мамни горюй. Какое-то случайное событие у нас здесь с вами на развилочке. Давайте посмотрим, что оно из себя представляет. Когда вы приближаетесь к хижине, то видите, что она плотно заколочена. Единственное, дверь в каюте, похоже, крепко заперта. Какую-то в топку каюте. Ну, ладно. Когда вы осматриваете дверь, вы видите, что дверь прочная, замок на ней слабый. Что будете делать дальше? Так, лучший вариант для нас с вами это выломать дверь 60%. Так, и по итогу. Самый сильный член вашего отряда пытается выломать дверь. В вашей группе не удается выломать дверь. Что будете делать дальше? Постучать. Никто не отвечает. Что будем делать дальше? Так, ну, выломайте замок. Десятипроцентный шанс. Так, мы обламываемся. Далее можем разбить замок. Используем набор лучших инструментов, включая отвертки и что-то там еще. Ваш инженер мастерски разбирает замок. Разборка настолько тщательна, что замок никогда не будет ставлен обратно. Ваша группа проникает внутрь и обнаруживает, что кто-то или что-то хранило здесь какие-то припасы. Берем припасы. Это так, два стальных слитка. Серьезно, два, мать его, стальных слитка мне дали? Ну и нафига они мне? Дебильное на самом деле. Случайное событие. Ничего сверхъестественного в нем нету. Я немножечко разочарован. Ладно, что же, господа. На этом, думаю, серия подойдет к концу. В следующей мы с вами продолжим уже полноценный штурм этих самых музельонцев. Мы, на самом деле, неплохо с ними сражаемся. Я думаю, я немножечко за кадром похожу, побью бандитов и так далее, чтобы у меня было меньше чуваков второго ранга. А у меня их, сами видите, на удивление многовато 20 человек. То есть мы их прокачаем хотя бы до этого вот четвертого ранга. Они, судя по всему, да, сразу идут на четвертый, потом на шестой, потом, видимо, не знаю, восьмой или десятый. А, восьмой и девятый. Не суть. В общем, надо их прокачать хотя бы до четвертого. И все, можно спокойно, типа, с отрядом 87 человек долбить у чуваков, которых 200 и более солдат в одном отряде. Всех их перебьем. Потом уже подумаем, что делать с осады этого самого замка музельонцев. Я, на самом деле, не уверен, что мы потянем. Потому что 600 человек. Какие бы мои крутые ребята не были. То есть ополчение, если останется лишь у 400 человек, это все равно будет, на самом деле, для меня многовато. То есть придется еще немножечко попотеть количество людей, добить хотя бы до 150. И тогда шансы уже появятся, как мне кажется. Но можем рискнуть, тем более, что отряд будет жрать дофига, ну, денег. Мне нечем будет за него платить. Так что вполне возможно, можем как бы пойти, рискнуть. Так, на дурочка, скажем так. Проиграем? Ну ладно. Всегда можем забахать новый отряд. Выиграем? Зашибись. Так что примерно такие варианты пока что. То есть будем нацеливаться на столицу музельонцев. Ну а перед тем, как мы закончим, хотелось бы передать отдельную благодарность моим подписчикам на Бусти. Ну что ж, а у меня на этом все. С вами был Кит. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok